Как правильно укреплять собственный иммунитет В первом номере в статье практика показала Я рассказывала о паразитах, микробах, грибках, гельминтах И о том, как от этого можно эффективно самостоятельно избавляться Теперь поговорим об иммунитете, который должен защищать наш организм И о том, как самостоятельно укреплять его Но вначале расскажу, что такое иммунитет, из чего он состоит и как действует Важно понимать, что, что, на что мы будем воздействовать А потом уже После такого введения или походу его Можно будет давать рекомендации по восстановлению и укреплению иммунитета Под иммунитетом мы будем понимать способность организма распознавать, уничтожать И выводить вон из организма генетически чужеродный материал Носителями чужеродной генетической информации являются белки Которые по каким-то причинам миновали печеночный барьер и оказались в крови То есть они не переделались в свои Далее Вирусы, бактерии, простейшие микроорганизмы, гельминты, чужеродные клетки и видоизмененные клетки самого организма Все ранее перечисленное является чужеродным для организма и вызывает при попадании внутрь иммунную реакцию То есть распознавание, уничтожение и выведение Иммунная реакция Что это такое? Это распознавание, уничтожение и выведение вон из организма Всего чужеродного Считается, что иммунитет способствует зарождению жизни и ее сохранению Благодаря ему бесчисленное множество клеток и тканей соединяется в единый организм Иммунитет отвечает за целостность каждого конкретного организма и поддерживает ее до тех пор, пока не исчерпаются его ресурсы Угасание иммунитета вызывает процессы старения и болезни, а его полное исчерпание приводит к смерти Функции иммунитета выполняет иммунная система Она состоит из органов и тканей, которые распознают свое, свои ткани и чужое Чужеродные белки, вирусы, бактерии и прочее Главными распознавателями и уничтожителями чужеродного генетического материала являются лимфоциты клетки иммунной системы До этого я рассказывал о важности лимфатической системы Почитайте, вернее посмотрите этот видосик Главными распознавателями и уничтожителями чужеродного генетического материала являются лимфоциты клетки иммунной системы, которые вырабатываются или созревают в особых иммунных органах Обязательно посмотрите мое видео о лимфатической системе Иммунная система человека, состоящая из различных иммунных органов, условно делится на центральную и периферическую К центральным органам иммунитета относятся тимус, она же вилочковая железа, и костный мозг Тимусы созревают Т-лимфоциты, которые уничтожают чужеродные вещества, особенно чужеродные или видоизмененные клетки и вирусы В костном мозге созревают Б-лимфоциты, которые действуют на чужеродные вещества с помощью антител Дистанционно причем На каждое чужеродное вещество вырабатываются свои антитела Оба вида лимфоцитов способны по кровеносным сосудам и межтканевым щелям проникать туда, где имеются генетические народные вещества и обезвреживать их Макрофаги являются третьим типом клеток иммунной системы Они обладают мощным ферментативным аппаратом, с помощью которого они уничтожают, то есть переваривают чужеродные вещества Все клетки иммунной системы Т и Б-лимфоциты, макрофаги работают совместно для лучшего обеспечения защиты организма Организм пронизан и начинен клетками иммунной системы Они готовы в любой момент атаковать генетически чужеродным материалом, то есть собственно видоизмененные клетки, вирусы, грибки, бактериальных паразитов, гельминтов и тому подобного К периферической иммунной системе относятся селезенка, лимфатическая система и лимфатические узлы Кров, лимфа, лимфоидная ткань В селезенке происходит синтез антител В лимфатической системе преимущественно находятся Т-лимфоциты С ее помощью происходит эффективная очистка всех органов и тканей Лимфатические узлы контролируют соответствующие участки организма С их помощью осуществляется быстрая реакция на возможное вторжение чужеродного материала в данном участке Током крови и лимфой осуществляется продвижение клеток иммунной системы по организму Лимфоидная ткань находится в тех местах организма, которые контактируют с внешней средой Кожа, слизистые оболочки глаза, носа, горла, половых органов, легкие и желудочно-кишечный трахт Эти места организма, через которые наиболее вероятное поступление чужеродного материала внутрь Они должны быть заранее хорошо защищены Кстати, и через слизистые оболочки очень легко выделяется все чужеродное, без повреждений В лимфоидной ткани и слизистых оболочках быстрее всего происходит обновление и установление ткани И вот почему это происходит именно через слизистые оболочки Следует особо остановиться на других защитных приспособлениях организма Здоровая и неповрежденная кожа препятствует проникновению внутрь организма большинства микробов Особая роль здесь принадлежит поту Молочная кислота пота и секрециальных желез оказывают бактерицидное действие Слизистые оболочки активно защищают организм от проникновения внутрь патогенных микробов и так далее Секреты слизистых оболочек обладают бактерицидными свойствами Слезы защищают глаза Слюна, лизоцим защищает слизистую рта Соляная кислота защищает стенки желудка Поэтому соль всегда должна быть в питании Нету соли, соляной кислоты нечего будет вырабатываться И значит у вас стеночка желудка окажется беззащитной Помните об этом Нормальная микрофлора желудочно-кишечного тракта Особенно толстого кишечника Уничтожает болезнетворные микробы попадающие внутрь организма с пищи Моча защищает слизистую мочеточника от проникновения через нее бактерий Она обладает повышенной кислотностью, в которой выживают лишь редкие микроорганизмы В дополнение к вышеуказанному я бы выделил еще биополевую защиту Энергетический экран, его еще называют аурой Который препятствует проникновению в организм разного рода полевых паразитов и сущностей Обеззараживает пространство вокруг человека Ученые эту защиту организма посредством кожи, слизистых оболочек, мочи, микрофлоры, ауры Называют по-разному Врожденный неспецифический иммунитет Или внеиммунная защита организма Иммунитет срабатывает только тогда, когда пройдена, разрушена или ослаблена Всеиммунная защита организма Кроме того, что мы уже узнали об иммунитете Он бывает специфическим и естественным Специфический иммунитет основан на иммунной памяти И осуществляется главными клетками иммунной системы Т-лимфоцитами, Б-лимфоцитами и макрофагами Его отличная черта в том, что прежде чем он образуется Клетки лимфатической системы Должны контактировать с генетически чужеродным материалом В результате этого контакта они будут распознаны как чужеродные А на это уходят некоторое время От нескольких часов до суток И естественно после уничтоженным Это оставляет свою память о вредности данного вещества для организма И теперь при повторном попадании они сразу же будут уничтожаться Естественный иммунитет основан на том, что некоторые клетки иммунной системы Сразу же уничтожают генетически чужеродное вещество Либо вырабатывают такие вещества, которые способствуют уничтожению Таким образом генетический чужеродный материал, попавший каким-либо образом в организм Или образовавшийся там в результате клеточных мутаций Уничтожается в течение минут или часов Если этого оказывается мало, то дополнительно включается специфический иммунитет Естественный иммунитет отличается от специфического следующими особенностями Запоминайте, первое, распознавание любого генетически чужеродного материала Значит специфический иммунитет действует только против своих старых знакомых Отсюда опухолевые клетки распознаются и уничтожаются в основном естественным иммунитетом Второе, естественный иммунитет действует сразу И в отличие от специфического не требует предварительного контакта Сразу так встретили, так бац и все и нету Третье, естественный иммунитет активируется сразу на любые чужеродные вещества Четвертое, он не обладает специфической памятью Естественный иммунитет обладает высокораспознавающей способностью Распознает присутствие в организме единичных опухолевых клеток Распознающая способность специфического иммунитета несколько хуже Распознаются от нескольких десятков опухолевых клеток Главной действующей силой естественного иммунитета являются клетки, похожие на лимфоциты Естественные киллеры Естественные киллеры, слово киллер означает убийца Уничтожают и удаляют из организма клетки, пораженные вирусами опухолевые или видоизмененные чем-либо Особенно эффективно они действуют против вирусов и опухолевых клеток Киллеры контролируют количество здоровых клеток в организме Особая роль механизма защиты естественного иммунитета отводится крови и соединительной ткани организма Здоровые компоненты крови обладают способностью уничтожать, поглощать и переваривать бактерии и чужеродные частицы Соединительная ткань организма может выделять особые вещества, которые уничтожают вирусы и бактерии Соединительная ткань, застраиваю ваше внимание, тогда работает хорошо, когда она чиста А она чиста, когда человек умеренно питается и более-менее частенько голодает После ознакомления с устройством и работой иммунной системы человеческого организма Перейдем к рассмотрению того, что ослабляет и унитает ее действия Функциональную недостаточность иммунной системы принято называть иммунодефицитным состоянием Иммунодефицитное состояние подразделяется на врожденные, то есть это как бы первичные И приобретенные это вторичные Мы с вами рассмотрели приобретенные, которые наживаются в результате жизни, жизни самотеком Причины, приводящие к приобретенному иммунодефициту, следующие Первое. Стрессовые ситуации, особенно сильные и часто повторяющие Стресс – это напряжение в сознании человека, возникающее под влиянием какого-либо впечатления, эмоций, внешнего воздействия обстоятельств Второе. Чрезмерное, избыточное, а также несвойственное организму человекопитания, приводящее к зашлаковке организма И возникновению дефицита биологически активных веществ, минералов, витаминов и так далее Третье. Широкое применение антибиотиков, которыми пытались и пытаются заменить иммунную систему Еще разок выделю это. Широкое применение антибиотиков, которыми пытались и пытаются заменить иммунную систему Вы вдумайтесь в это Четвертое. Широкое применение самых разнообразных химических веществ, обладающих иммунно подавляющим действием Которые загрязняют окружающую среду человека Пятое. Геопатогенные и технопатогенные зоны, особенно те, которые воздействуют ионизирующим излучением, экраны телевизоров В которых используется электронная лучевая пушка Но сейчас нету, сейчас уже как исторические телевизоры Вроде как они так не действуют И высокочастотными электромагнитными полями А вот высокочастотные электромагнитные поля Это практически все наши гаджеты, опять те же телеки будут Особенно телефоны Шестое. Неправильное лечение лекарственными препаратами Которые подавляют деятельность лимфодной ткани Цитостатики при онкологии И иммунодепрессанты во время пересадки органов Седьмое. Тяжелые травмы и хирургические операции Особенно те, во время которых удаляют тимус, либо селезенку И вот теперь можно перейти к лечебным и профилактическим рекомендациям Для устранения приобретенного иммунодефицита Первое. От стрессов современному человеку никуда не уйти и не спрятаться Неприятности на работе, если они есть Нищета, семейные неразумения, бытовое хамство Социальная защищенность и многое-много другое Провоцируют человека на негативное мышление Накопление в сознании чувства тревоги, эмоций зла, обиды, недовольства Все это либо унитает человека, либо выплескивается в скандальные ситуации Через нервную систему в первую очередь отрицательно влияет на его деятельность Что приводит к дефектам под Т-лимфоцитом Организм такого человека становится беззащитным перед вирусными и грибковыми инфекциями Туберкулезом, восприимчивым к аллергии и опухолевым заболеваниям Практика показывает, что вышеперечисленные заболевания чаще всего возникают после тяжелых переживаний Чтобы устранить тяжелое переживание, гуляйте на природе Чем больше будете гулять и больше будете любоваться окружающей природой Тем вот этот механизм у вас исчезнет То есть вы его ликвидируете Иначе это бомба замедленного действия Так как же надо поступать, чтобы защитить себя от стресса? Надо просто изменить свое отношение к происходящему Проработать свои вредные черты характера Которые реагируют на бытовое хамство Вводят вас в страх, ненависть, злобу, недовольство и тому подобное На любую ситуацию надо просто реагировать Но без эмоционального переживания Не надо ничего бояться Ни к чему не надо привязываться Надо просто научиться эффективно действовать Например, если вам нагрубили, то не вступайте в перепалку Оцените ситуацию Если ваши действия не спровоцировали осуждение со стороны окружающих Значит это элементарное хамство Пропустите его мимо ушей Зачем вам вступать в привлекание с человеком Который находится на уровне животного Если же вы это заслужили То примите как должное Но на будущее сделайте соответствующие выводы Почувствуйте внутри себя свободу Смелее действуйте Более открыто любите и ничего не бойтесь Это будет самым лучшим лекарством и профилактикой от стрессов Дурные привычки и пристрастия Наркомания, алкоголизм, курение, малопродвижный образ жизни Обжорство и так далее Эгоизм, раздражительность, безволие, подавленность и тому подобное Улетают общую энергетику организма И существенно снижают биополевую защиту организма А через нее и общий иммунитет Сделайте все возможное чтобы избавиться от них Второе Избыточно несвойственно человеку как биологическому виду питания Это другой фактор образования приобретенного иммунодефицита Особенно страшно питание очищенной и рафинированной пищи С сахарами, углеводами Содержащими сахар, муку тонкого, помола, различные масла и жиры И их смесями с белком При избыточном питании организм наводняется продуктами питания Их становится настолько много Что гуморальные факторы крови, лимфы не могут за всем уследить Пищи хватает не только самому организму Но обилию микроорганизмов, паразитов, живущих в крови и лимфы Обилие слизи в организме Которая образуется в результате неправильного питания Самое благоприятное условие для их размножения Развитие дефекта иммунной системы по гуморальным факторам Способствует поражению организма бактериями Стафилококками, стептококками Что приводит к тому, что прыщи и фурункулы возникают Что приводит к возникновению прыщей на гнои и фурункулу И других заболеваний крови Это же приводит и к многочисленным простудным и легочным заболеваниям При нехватке определенных антител в крови Могут возникать аллергии, опухоли и артриты Питание, несвойственное человеку пищей Приводит к развитию дисбактериозов Желудочно-кишечный тракт А вслед за ним организм наводняется чужеродными и патогенными микроорганизмами Которые рассматривают организм человека, его ткани и клетки Как еду и удобное жилище для себя Происходит угнетение деятельности макрофагов и нейтрофилов Что вызывает появление вирусных, грибковых и бактериальных поражений Которые принимают вид хронических Периодически обостряющихся заболеваний Приобретая все более и более тяжелый характер и серьезность с возраста То есть, чем дальше возраст, тем это все не исчезает А только усугубляется и трансформируется Герпес переходит, допустим, в межребренную неврологию Далее, значит, межребренная неврология переходит в разрушение суставов И так далее, так далее, так далее Именно несвойственность человеку пищи является тем первым звеном, который запускает рост чужеродных бактерий Грибков в желудочно-кишечном тракте, ну и бактерии На первое место по вредности я ставлю продукты, содержащие дрожжи Это хлеб и изделия из него И способствующие брожению в организме Это сахар и все, что будет субстратом для брожения Укрепившись в желудочно-кишечном тракте, бактерии или грибки Далее распространяются по всему организму образовок колонии Там, где лучше всего им жить Например, многих паразитов привлекают те или иные вещества, накапливанные в тех или иных органах Например, отложение в организме меди привлекает в это место один вид паразитов Железо другой вид Пропилово спирта третий Соответственно, в этом органе возникает то или иное заболевание Грибки, микробы, паразиты питаются клетками этого органа Прорастают в него, образуют грибницы Которые медициной уже диагностируются как тот или иной вид болезни или онкологии А все началось с пустяка, неправильного питания Ну и что, неправильное питание Забродило там человек, попукал немножко Вроде как даже смешно А этот смех, видите, как боком выходит Отсюда хотим мы того или нет Но для устранения иммунодефицита Человек обязан применять питание, свойственное ему как виду Фрукты и овощи, соки из них, орехи дикорастущие и культурные травы Крупы и злаки, мед и продукты человодцев В некоторых случаях в виде исключения Можно использовать молочные и кисломолочные продукты, яйца Ну немножко мяса Питание должно быть небольшим по объему За раз принимается столько пищи, сколько вмещается в ваши сложенные вместе ладони Тщательно пережевываться до состояния жидкости И приниматься в соответствии с беретмологической активностью органов пищеварения С семи девяти часов это завтрак С тринадцати до пятнадцати это обед Ну и немножечко там до восемнадцати часов Это будет у нас с семнадцати до восемнадцати Это будет ужин Или так уж и быть, можно сделать какое-то отступление С восемнадцати до девятнадцати Но не более Очень полезно регулярно голодать Двадцать четыре тире сорок два часа раз в две недели Из семь до четырнадцати суток в три-четыре месяца При проведении голодания чаще или длительно Надо учитывать собственную дуальную конституцию Возрастные и климатические особенности Голод один из наилучших и быстрых средств По восстановлению и укреплению иммунитета Запомните Лучше голода ничего нет Если по каким-либо причинам в вашем питании Будет мало биологически активных веществ То их можно дополнить высококачественными Естественными пищевыми добавками Эта рекомендация становится еще более весомой Для человека больного, выздоравливающего Либо только приступившего к оздоровлению Это как правило блюда из проросшей пшеницы Свежевыжатые соки Третье Пагубность применения антибиотиков заключается в том Что они срывают нормальную работу иммунной системы И в некотором роде являются ее подавителями То есть вот это вот Рассмотрите мысль более так сказать тщательнее Что делают антибиотики в нашем организме Кем они являются для нашего иммунитета Чтобы яснее объяснить пагубность антибиотиков Опишу Как действует иммунная система На какую-либо инфекцию попавшую в организм То есть я сейчас излагаю вам свою версию Которой нигде нету Итак инфекция проникла в организм И начала быстро размножаться Ответ иммунной системы следующий Повышенная выработка иммунных клеток Т и Б лимфоцитов Макрофагов и так далее И подъем температуры организма Если с повышенной выработкой иммунных клеток Все ясно То зачем организму повышать температуру Температура повышается для того Чтобы этим создать неблагоприятные условия Для развития инфекции От высокой температуры происходит Закисление внутренней цели организма Которое неблагоприятное для размножения Многих потогенных микроорганизмов Ферменты с помощью которых иммунные клетки Атакуют инфекцию Гораздо лучше действуют При несколько повышенной температуре организма Чем при нормальной Примерно 38-40 градусов Цельсия Повышенная температура повышает циркуляторные процессы в организме Пот, мочоделение, понос Которые способствуют быстрому выведению токсинов из организма В итоге общая слабость Тело горит и ломит Лимфатические узлы увеличиваются и болят Обильно выделяется пот, моча, частый стул Все это нормальные физиологические проявления Оздоровительно-очистительного кризиса Запомните это! Организм работает в таком напряженном ритме 2-3 дня И начисто выгоняет болезнь и шлаки из нее После этого наступает полное выздоровление Внимание! Как действует антибиотик? Начался кризис Температура организма повышается Нарастают неприятные явления Указывающие на активацию иммунной системы Человек принимает антибиотик Который убивает патогенные микроорганизмы Нормализует температуру И снимает все симптомы начинающегося Оздоровительного кризиса Боли, слабости и так далее Казалось бы, положительные явления произошли с организма Но разберем этот процесс глубже Много глубже Первое По действиям в организме Сам антибиотик должен выводиться вон Второе Должны выводиться и убитые им микробы Что на самом деле происходит медленнее Это является причиной трупной интоксикации организма Третье После нескольких приемов антибиотиков Организм разучивается Быстро и мощно разворачивать свою иммунную защиту Свою иммунную защиту Он должен научиться разворачивать как полководец войска Только раз и развернул Он уже не так активно вырабатывает иммунные клетки А нафига их вырабатывает Запаздывает с подъемом температуры Зачем она нужна Что делает эти клетки менее активными Те, которые выработались иммунные клетки Которые должны победить в заразу Одним словом, здесь действует все тот же Непогрешимый биологический закон Функция за ненадобность Сворачивается, атрофируется Именно это делают с иммунной системой антибиотики Вы поняли? Поняли суть вот этого? Непогрешимый биологический закон Функция за ненадобностью сворачивается Атрофируется Раз антибиотики за вас вроде как работают То нафига тогда разворачивается Вот этой, всей этой иммунной цепочки И она сворачивается Все, и вы тогда сидите целиком на этих лекарствах А бактерии привыкают к этим всем лекарствам И вам надо все новое, новое, новое Ну и самые таблетки, будем говорить Неблагоприятно действовать Четвертое В то же время бактерии Ранее успешно подавляемые антибиотиками Так видоизменяются, что в дальнейшем Становятся устойчивыми к их действию И вновь атакуют организм Перед такой атакой организм становится бессилен Вырастили патогенную микрофлору Которую теперь ни антибиотики не могут Не бороться, ни сам организм Потому что разучился Пятое В организм человека живут бактерии и грибки Антибиотики подавляют бактерии Но не действуют на грибки Наоборот, антибиотик является для них пищей В результате применения антибиотиков Исчезают бактериальные инфекции Но еще шире и мощнее возникают грибковые инфекции Уходя от одной напасти Человек попадает в запад другой Антибиотики Шестое Антибиотики подавляют нормальную микрофлору организма И тем самым способствуют После лечения возникновение дисбактериозов Как правило, любители лечения антибиотиков Назначают так Антибиотики такие После антибиотиков Вот такое лекарство для восстановления микрофлоры Пробиотики, еще биотики Короче, запутаешься Пришло вообще в какую-то искусственную сферу И человек думает, что он тут разбирается На самом деле Он просто-напросто самообманывается Тем, что он думает Ага, сейчас я антибиотик Потом восстановлю микрофлору Потом я еще и закреплю ее Потом еще что-то нам сделаю И в результате он получает Пшик! Так, вот так применение антибиотиков Разрушает, атрофирует иммунную систему человека Четвертое Разберем действия химических веществ Подавляющих иммунную систему человека Разного рода средства Для борьбы с насекомыми Нафталин и так далее Ухода за думами мебелью Полироли Моющие средства и порошки Косметика и дезодоранты Холодильники и кондиционеры Утечка охлаждающего газа Которая обладает способностью Проникать через малейшие щели В стыках холодильного агрегата Горючий смазочный материал для автомашин И много-много другого Через легкие кожу попадают и накапливаются в организме Через некоторое время эти накопления Могут давать те или иные виды Аллергии, расстройств и заболеваний Поэтому в выборе стиральных порошков и прочего Надо проявлять особое внимание В скором времени нам удастся поставлять Моющие средства Обладающие прекрасными Отстирывающими свойствами Биологически нейтральными для человека И окружающей среды Но это, как бы сказать, пожелание На самом деле выступает корость Дешевше, чтобы больше заработать И в результате всякая фигня Наводнила рынки стиральных порошков И о том, что я сейчас только прочитал Надо только мечтать Пятое, нахождение человека В техногенной или геопатогенной зоне Ослабляет организм И провоцирует видоизменение клеток Совет один Без крайней необходимости Не посещать эти зоны Шестое Что касается лечения операций То идти на них В случае крайней необходимости Ни в коем случае не соглашайтесь На удаление тимуса или селезенки Без них организм Облекается на муки и верную смерть Резко возрастает опасность Появления злокачественной опухоли Еще опаснее операции По пересадке органов И дальнейшее применение Иммунодепрессантов В лекарств подавляющих иммунитет С целью противостояния Оторжению пересаженного органа У таких людей Опасность возникновения Злокачественной опухоли По сравнению с обычным человеком Возрастает от 10 до 1000 раз Советуется удалить изо рта Все амальгамовые пломбы Которые содержат ртуть И медленно отравляют организм человека Ну это раньше было Сейчас все пластик Что там в пластике Пока нет таких данных Любое другое лечение и оздоровление Должно выполняться С помощью естественных Целогарнизма и природы Укрепление иммунитета Будет способствовать Противопаразитарное лечение С помощью тройчатки И других противопаразитарных компонентов Очищение толстого кишечника С помощью очистительных клизм Значит очищение крови лимфы С помощью парной и свежих соков А соединительное ткани Очищение с помощью голодания Свежих соков и парной То есть на каждый вид я перечислил то Что лучше всего действует Так очищение ротовой полости С помощью сосания масла И последующего оживания чеснока Очищение оздоровления и укрепления кожи С помощью парной Делает более мощной кожную защиту Шанг прокшалана усиливает иммунитет За счет очищения слизистых оболочек Желудочно-кишечного тракта Всего желудочно-кишечного тракта От болезнетворных микроорганизмов Они не любят соленый раствор Который используется при выполнении Этой процедуры Применение к выше указанному Движении и закаливающих процедур Например, контрастное обливание Купание, парной Особенно свежем воздухе Позволит создать и поддержать Мощный собственный иммунитет Знаете, что в старости И у детей до 70 лет Иммунитет не так силен, как в зрелом возрасте Поэтому указанным рекомендациям Уделите больше внимания Вывод Помните, что существует Три линии обороны иммунитета Биополевая защита Кожа и слизистые оболочки Естественный иммунитет Специфический иммунитет С которым вы можете и должны Самостоятельно работать Каждый человек при желании Может укрепить и поддерживать Эти три линии обороны На высочайшем уровне Самостоятельно с помощью простых И доступных оздоровительных средств Все они были проведены выше Благодарю за просмотр Если вам понравилось видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал И способствует его продвижению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малахо.про Доброго здоровьица И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok